И малыши, и взрослые жители с любопытством осматривают чудо-машины. Выставка современной техники открыла праздник урожая в станице Гостогаевской. Даже моросящий дождь не помешал праздничному настроению станичников. Пришло посмотреть на выставку. Вот этот новый, вот баба, сошла. Станица Гостогаевская, если взят, это значимая станица. Здесь более 10 тысяч пахотной земли, гектар. Здесь занимаются десятки тружеников сельского хозяйства, фермеры наши. Есть два крупных сельхозтоваропроизводителя на территории. И в пределах двух тысяч домовладейных, где тоже выращивается сельское хозяйство на празднике. В пасмурный день вместо солнца баночки золотистого меда. Место праздничных шаров – яркие краски ярмарки привоза. Красные яблоки, оранжевые мандарины, серебристые толстолобики. Постоянные клиенты приходят, уже сколько лет берут, золотистые. Гречечный, дикую, акацию, разнотравие. Все производим, все домашнее. Какую? Картошку, яблоко, гранату. Вот такую рыбку мы выращиваем. Ну, это все, что осталось, в принципе, разобрали. Был карп красивый, 3-4 килограмма, такие зеркальники остались. Амур был тоже хороший, 3-4 килограмма, толстолобики остались. Как бы рыбка хорошая. Глава Анапы Сергей Сергеев оценил ассортимент районных товаропроизводителей. Кубанское вино рекой, осенние натюрморты, румяная сдоба, выставка и дегустация продукции перерабатывающего комплекса. Сегодня можно уже подвести предварительные итоги. Хорошие показатели были достигнуты в производстве зернобобовых. Это 54 тысячи тонн зерна мы получили, 12 тысяч тонн винограда мы получили. Налоговое поступление в этом году, 125% к уровню прошлого года на данное число. Это связано и с увеличением розлива, производством виноматериалов. Мы планируем, что до конца года более 1 миллиона декалитров виноматериала будет произведено на территории нашего муниципального образования. В актовом зале уже отстукивают ритмы каблуки танцевальных коллективов. Ярким завершением дня урожая стал праздничный концерт. Для гостей праздника приготовили каравай. Работников агрокомплекса, добившихся наибольших результатов, глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами. Я хочу пожелать нашим анапским сельхозникам, людям, которые работают на земле, руководителям личных подсобных хозяйств, больших урожаях, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем решать проблемы, которые сегодня существуют. Я уверен, что именно в сельском хозяйстве у нас есть огромнейшие резервы, которых нет в других отраслях экономики Анапы. Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю вам крепкого здоровья и хороших успехов на ниве производства сельхозпродукции. С праздником вас! Заместитель министра сельского хозяйства края тоже вручил грамоты и зачитал письменное поздравление от краевого правительства. В этом году мы получили рекордный урожай. 13,5 миллионов тонн. Это всех зерновых, зернобобовых, колоссовых культур. В этом огромном каравае есть и ваш труд. В адрес аграриев прозвучало много теплых слов. Кто-то унес с собой хорошее настроение, кто-то бутылочку авторского вина, а кто-то четкий план работы на будущий сезон.